2002 год отметился для Сергея Маврина помимо участия в новорожденном проекте Кипелов выходом первого в истории его группы сборника, получившего название «Одиночество». По авторской задумке он включал все на тот момент существующие в репертуаре коллектива баллады. Причем, как оказалось, у Сергея Маврина это понятие достаточно растяжимое, и далеко не все, что он посчитал балладой, может назвать таковой человек со стороны. Маврин полностью перезаписал и свел заново инструментальную часть, оставив вокальные партии без изменений. В итоге поклонники получили иное прочтение знакомых и полюбившихся им композиций. К работе же над новым альбомом Сергей Маврин по традиции приступил после сдачи в печать «Химического сна». В таком режиме музыкант проработает 10 лет, с 1996 по 2006. Пока не исчерпав все ресурсы, Сергей не возьмет творческую паузу на восстановление. Что интересно, Маврин приносил Кипелову весь материал запрещенной реальности, плюс несколько композиций, написанных за время участия в проекте. Но ни одну из них Валерий не взял. Так что со спокойной совестью Сергей принялся работать над своим четвертым альбомом. Маврин по его словам работал над пластинкой во время гастролей Кипелова. И в те редкие моменты, когда бывал дома, работа шла постоянно. Конечно, процесс усложнился из-за занятости в еще одной группе, но не останавливался. У Сергея постоянно рождались идеи, некоторые из них он использовал уже на последующем альбоме. Первоначально музыкант надеялся, что пластинка выйдет в феврале 2003 года. Новый материал, с одной стороны, должен был развивать идеи химического сна, а с другой стороны, быть совершенно иным. Сохранив при этом тяжесть и жесткость, но лишившись мрачности своего предшественника. Поскольку Сергею не хотелось больше затрагивать такие мрачные темы. Новая пластинка должна была быть, по его словам, скорее славянской. С характерной такой распевностью, но все-таки с более жесткими гитарами и насыщенной мелодикой. Новая пластинка Надо сказать, что в период работы над альбомами, Маврин не слушает ничего, кроме своей музыки, чтобы не терять концентрацию. К тому же, за время работы на радио Юность, Сергей прослушал так много музыки за 8 лет во всех ее стилях и направлениях, что по неволе ознакомился даже с тем, что сам, наверное, никогда не стал бы слушать. Для души же Сергей предпочитает слушать Пинк Флойд. Основным автором текстов в этот раз выступил сам Сергей Маврин. Совместной работы с Пушкиной, как раньше, не получилось. Та искра, что промелькнула между ними во время работы над химическим сном, угасла. И теперь каждый шел своей дорогой. Маврин собственноручно написал тексты для композиции «Дорога в рай», «Тающий мир» и «Рожденные жизнь». Совместно с Анной Балашовой «Пока боги спят», а с Юрией Кей «Падшего». Оставшиеся тексты были написаны Балашовой. С молодыми поэтами Маврин познакомился благодаря своей программе «Железный занавес» на радио «Юность». Девушки писали ему письма, в которых присылали свои стихи. В адрес программы вообще присылали много стихов, но именно их лирика, говорит Сергей, его затронула. Было в ней что-то созвучное его мировоззрению, настроению и отношению к жизни, так что он решил обратиться к ним за помощью в написании текстов. А это не совсем то же самое, что сочинять стихи в свободном полете, есть свои законы и не всегда приятные, но все получилось. Маврин не всегда задает тему, он обычно просто дает музыку и говорит, что в ней уже она есть, осталось только ее найти. Скоро Сергею становится понятно, что они с Балашовой мыслят абсолютно одинаково, и по этой причине им работается довольно легко. Поэт и музыкант понимали друг друга буквально с полуслова, что очень важно в творческом процессе, говорит Маврин. У Анны получалось раскрыть темы, которые сам Сергей не смог до конца отразить. С Балашовой Маврин работал по типичному для арийцев способу. Сергей давал Анне рыбу, но в отличие от своих бывших коллег по группе, не ограничивал в темах и концепциях. По словам поэта, когда она получила рыбы, она не слышала остальных композиций пластинки, и все, что родилось в итоге, было ее мыслями, которые возникали при прослушивании музыки. После нескольких раз прослушивания композиций, они уже откладывались у нее в голове, и тексты рождались уже в заданном ритмическом рисунке. Иногда, правда, признается Анна, случаются правки именно по размеру. Тексты для композиции «Свет, тьма и добро и зло» были приняты Сергеем без исправлений с первого раза. Так что заключает Балашова все, что в итоге становится текстом, это эмоции, возникшие при прослушивании музыки Маврина. Но иногда, правда, бывает, что случается и долгая работа, когда меняется даже тема песни. По стенам не страшно, не страшно и кружить. Вечную дверь, разликаем злою. Мы, как и светом, все мы не знаем. Сергей Маврин Сергей Маврин, что для меня несколько удивительно, считает себя православным, хотя и относится к религии без фанатизма. В своем творчестве предпочитает размышлять о том, что происходит вокруг. Эти размышления достаточно философские и личностные. Очень многие композиции, признается Сергей, он завуалированно поет сам за себя о своих взглядах и мировоззрении. С религией же музыкант в принципе никогда особенно и не связывал свое творчество, но если кто-то из слушателей сумел разглядеть религиозный подтекст, то это произошло непроизвольно. Религия для Маврина это дело личное и интимное, и он меньше всего любит о ней говорить. Все разговоры с богом у него происходят внутри, и он не выносит их наружу. Многие ошибочно считают, что в основе альбома «Запрещенная реальность» лежат произведения писателя Василия Головачева. По словам Маврина, хотя название альбома и отсылает к авторскому циклу, но «Запрещенная реальность» это взгляд сквозь призму произведения писателя Сергея Алексеева на сегодняшний день и сегодняшнюю действительность, где свет, добро, искренность и многие другие положительные характеристики становятся все более запрещенными. Реалии, говорит музыкант, таковы, что культивируется стяжательство, жадность, предательство и вселенская тупость. В лирике есть и некоторые отражения мыслей Головачева, высказанные им запрещенной реальности, но это дополнительные штрихи к деталям. Стимул исходил, по словам Маврина, от творчества Алексеева и окружающей действительности. Если Головачев своими произведениями нанес сильнейший удар по розовым очкам Сергея, которые все равно еще долгое время, хоть и разбитые, жили на его лице, то творчество Алексеева удивило Маврина схожестью мышления и просто приоткрыло глаза. И отсюда вытекает одна из важных тем в творчестве Сергея – тема воли и ее отличия от свободы. Сам музыкант однажды объяснил это так. «Свобода миф, удел рабов, душа стремится к воле, мы столько о свободе слов роняем по неволе». Каждый волен трактовать эти слова как хочет, но только полное знакомство с творчеством Маврина позволит найти ответ на этот вопрос. Ну или хотя бы внимательное прослушивание запрещенной реальности. Главное помнить, что вольному воля. И это не цитата из песни Дмитрия Варшавского из группы «Черный кофе», а русская народная поговорка. Довольно непривычным для отечественного слушателя получилось оформление пластинки. Оно было каким-то по-детски наивно-примитивным, но в то же время притягательным. По словам Сергея, за два года до выхода альбома художница Марина Юрьева показала ему свои работы, и он был просто поражен их эмоциональностью и искренностью. Они оказались созвучны его внутреннему настроению и впоследствии натолкнули его даже на некоторые темы песен. Первой она показала картину, где в лодочке плывут люди, и их везет человек со спины, похожей на Харона. В то время для запрещенной реальности было написано несколько песен. А когда материал был практически готов, Сергей узнал, что у Юрьева есть еще подобные картины. Маврин попросил их показать и был поражен еще больше, и спросил, можно ли их использовать в оформлении альбома. Марина согласилась. А когда Сергей начал распределять их по песням, то это было интересно. В какие-то моменты, как в случае с падшем, настроение совпало, где-то с чем-то еще. Композиции не были написаны под картины, а картины не писались под композиции. Работа шла параллельно. Из-за ошибки дизайнера были перепутаны местами последняя страница буклета и подкладка под трей. Изначально Маврин хотел, чтобы буклет заканчивался словом «все» с многоточием, а под треем «все», но уже с вопросительным знаком, а вышло все совершенно иначе. Открывает альбом композиция «Пока боги спят». В ее основу легла музыкальная идея, придуманная Маврином на рубеже 1993-1994 года, что удивительно, к моменту написания в 2003 году «Пока боги спят» Сергей забыл о этом наброске, но подсознание не забыл, а позднее он обнаружил исходник. Но не Маврином едином жива композиция. В «Пока боги спят» в проигрыше есть момент реминесценции из композиции Тони Маклопайна «The King's Cup». По словам Сергея, это было сделано умышленно. Во-первых, потому что он считает этого гитариста гениальным, а во-вторых, потому что услышал в этой композиции именно его манеру исполнения. Маврин признается, что Маклопайн оказал на него просто колоссальное влияние, один из его любимых гитаристов. И да, солов «Пока боги спят» Сергей написал под впечатлением от его творчества, а в далеком 1994-м он посвятил ему инструментальную композицию «Flying». Несмотря на то, что у Сергея Алексеева есть книга «Когда боги спят», композиция не является ее пересказом. Маврина заинтересовало само понятие «Кто правит миром, когда боги спят». Лирика «Пока боги спят» говорит о безумце по сути, о вечном поиске истины, пути к себе, о мечтаниях и заблуждениях, о разочарованиях от тех же побед. Это одна из редких песен Маврина, где помимо завуалированных, как обычно, вопросов, есть прямой на них ответ. Победы, по мнению Сергея, делятся на две категории – внешние и внутренние. Первые более видны, вторые более ценны и сложны. И усталость может проявляться именно от первых. Анна Балашова добавляет, что идея текста принадлежит Сергею Маврину. Сама поэт написала только второй куплет, подхватив заданную музыкантам тему. «Дьявольский вальс» – композиция стала первым синглом в истории группы. Музыканты опубликовали ее на своем сайте в 2003 году в качестве интернет-сингла с целью промоушена грядущего альбома. В композиции Маврин использовал гармонию, впервые написанную им в 1989 году. Первый раз он использовал часть ее в соло в композиции «Бесы». Второй раз – как коду в альбоме «Смутное время». Третий раз – в композиции «Смейся» и «Плач» с альбома «Скиталец». В четвертый раз Маврин почти сделал из этой гармонии инструментал. И в пятом – непосредственно в «Дьявольском вальсе», где эта тема, по словам Маврина, стала нитью в прошлое. Другая мелодия, появляющаяся впервые на альбоме «В дьявольском вальсе», немного напоминает призрака оперы Эндрю Ллойд Вебера. Она – одна из сквозных тем альбома. Маврин допускает, что, возможно, это было навеяно этим произведением, поскольку музыкант воспитывался на операх того же Вебера. В детстве Сергей наизусть знал Джизус Крайс «Суперстар» и воспринимал эту рок-оперу как одну большую песню, и часто пел ее в юности на вечеринках. Маврин утверждает, что мог сыграть эту оперу от начала до конца на подъездных аккордах. В ней было много повторяющихся фрагментов, и это, возможно, наложило на него свой отпечаток. Так что для Маврина это совершенно нормально. А опера допускает повторение одинаковых фрагментов в разных аранжировках, рейтмотивах. Запрещенная реальность – результат такого мавринского оперного восприятия. Сергей признается, что запрещенная реальность изначально и создавалась, как своеобразная опера. Именно по этой причине одна песня перетекает в другую, а последующая досказывает то, что было недосказано в предыдущей. По словам Сергея, написать оперу было мечтой его детства, но пока что он не был готов. Интересно, что в конце композиции Кузьмич, по словам Маврина, говорит что-то вроде «Я люблю вас». Люди, все, у нас с вами будет чики-пуки. Скоро. Падшие. Мелодика композиции выдержана скорее в средневековых традициях, но другие элементы скорее соответствуют сегодняшнему дню, а то и вовсе отсылают в будущее. Гитары звучат совершенно по-неземному. Чувствуется влияние Pink Floyd, особенно в проигрыше. Вдохновение, по всей видимости, пришло из композиции британцев «Welcome to Machine». Монументальное эпическое произведение. Своеобразное продолжение композиции «Свет дневной иссяк». Дорога в рай. Текст утверждает Маврин аллегория на теракт, произошедший в Дубровке, когда захватили и удерживали заложников из числа работников, зрителей и актерского состава мюзикла «Норд-Ост» в здании театрального центра. Сергей признается, что, к сожалению, он реагирует только на плохое. Если бы все было хорошо, то он ничего не писал. Дорогой в рай, как и другими своими композициями, Маврин старается изменить даже не мир, мир изменить нельзя, а людей вокруг себя. Если хотя бы один человек задумается, то значит, все было не зря. Композиции «Свет, тьма» и «Добро и зло» по сути являются отражением друг для друга, и по факту это одна песня в двух частях. Сама себе кульминация и замкнутый круг. Очень эмоциональное и светлое произведение с прекрасной музыкой и текстом. «Кто мы?» Композиция «Отражение падшего». Одна из самых таинственных песен на пластинке. Произведения перекликаются темами «Зова» и «Поиска», но оба призыва оканчиваются одинаковой безысходностью. Отдельно отмечу стерилизацию подславянские мотивы в конце песни. «Тающий мир» перекликается с дьявольским вальсом. Музыкальное полотно в обеих композициях включает общий ритм и коды, благодаря чему образуется замкнутый круг из двух песен, и они перетекают друг в друга как музыкально, так и эмоционально. «Тающий мир» — это готическое произведение с почти загробными песнопениями. По словам Сергея Маврина, лирика была его первым видением конца света. Текст был написан музыкантом за полчаса. «Тающий мир» — одна из самых любимых песен Артёма Стырова. Запрещенная реальность — мощный прогрессивный инструментал, захватывающий мелодикой и неожиданными решениями, чего стоит только момент, когда композиция делает резкий разворот в сторону древневосточной мелодики. По крайней мере, именно такие ассоциации возникают при прослушивании. Что-то очень древнее, почти забытое, но по-прежнему живое и прекрасное. Запрещенная реальность перекликается с дорогой в рай по композиционным решениям. Содержит и реминесценцию из песни «Путь наверх», которую встречаешь как старого друга, решившего неожиданно заглянуть к тебе на огонёк. «Рождённые жить» — настоящий гимн жизни и мотиватор противостояния всем жизненным невзгодам. Неудивительно, что песни перекликаются с открывающей композицией «Пока боги спят». Они — общий лейтмотив всего альбома, потому что это отчётливое начало и окончание, потому что первая из них задаёт вопрос, вторая чётко отвечает. Всё. Инструментальная композиция была написана Сергеем задолго до альбома «Смутное время». Во время работы над ним ей нашлось применение в части соло заглавной композиции. Позднее Маврин решил использовать её на альбоме. Она стала логическим завершением определённого этапа пути музыканта. «Смутное время» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Альбом «Запрещенная реальность» увидел свет 26 января 2004 года. На двумя днями ранее состоялась автограф-сессия с предрелизной продажей альбома, которую посетило более 400 человек. Организаторы не рассчитывали на такой ажиотаж, и дисков на всех не хватило. После релиза всего за неделю «Запрещенная реальность» стала лидером продаж за январь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Запрещенная реальность производит впечатление цельного концептуального произведения. Музыканты выдерживают от начала и до конца единый концепт. Причем настолько, что для неподготовленного слушателя при первых прослушиваниях сложно понять, когда заканчивается одна композиция и начинается другая. Музыкальные полотна плавно перетекают одно в другое. Музыка светлая, несмотря на общий пессимистичный настрой. И как повелось с творчеством Сергея Маврина, помогает выбраться из депрессии, проведя через круг очистительные боли и прозрения, возвращает ощущение чистоты, умиротворения и желания жить и творить. Запрещенная реальность для меня – это совпадение мировоззрения в отношении к окружающему миру и происходящему в нем. И пусть, как и в случае с предыдущей работой, не во всем, но пластинка четко отражает многие из моих мыслей и чувств. И дело даже не столько в лирике, сколько в музыке, которая вливается в душу подобно горной реке или чему-то такому же леденящему, чистому и ободряющему. Наверное, как-то так. Отказавшись от сотрудничества с Маргаритой Пушкиной, Сергей Маврин при поддержке молодых поэтов смог намного лучше раскрыться и донести свои мысли и чувства. Анна Балашова стала для музыканта творческой музой, с которой он работает уже более 15 лет. Что удивительно, несмотря на примитивизм и наивность картин Марины Юрьевой, они действительно перекликаются с альбомом. Еще одно отражение или грань. Хотя в отрыве от контекста вряд ли бы мне ее рисунки показались интересными. Не могу не отметить достаточно самобытное звучание альбома. При прослушивании в первый раз я, честно говоря, решил, что мне попалась бракованная кассета, поскольку звучание было иным по сравнению с тем же химическим сном. Но скоро слух приноровился, и я перестал обращать на это внимание. Сам Маврин утверждает, что мы давно живем в таком времени, где для того, чтобы выпустить некачественную запись, нужно быть совсем уж кретином без головы. Существует такое понятие, как индивидуальность. Своё звучание Сергей видит именно такими. Для него никогда не существовало эталонов и критериев ни в исполнении, ни в сочинении, ни в звучании, ни в чём собственном. Маврин не хочет звучать как кто-то. С тех пор, как в 1997 году Сергей собрал свою студию, он не променяет её ни на какую другую. И это же касается ударных. Да, на запрещенной реальности, так же, как и на химическом сне, мы вместо реального ударника слышим запрограммированные ударные. Сэмплы Маврин никогда не использовал. Он программирует ударные вручную. Так что, если кого-то не устраивает что-то в творчестве или звуке Маврина, то ему следует просто переключиться на другого исполнителя или группу, а не требовать от музыканта каких-то определённых стандартов, заключает Сергей. Альбом «Запрещенная реальность» Сергея Маврина – это гармония силы, можно даже сказать музыкопробуждение. Прекрасное развитие химического сна, но с более разнообразным музыкальным содержанием. Повторюсь, жизнеутверждающее произведение, несмотря на внешний пессимизм. Вокал Артёма Стырова заметно отличается от его работы на химическом сне. То ли дело в материале, то ли в вокальных линиях, а возможно Маврин сам просил его петь в более кипеловской манере. Сам Сергей утверждает, что никаких указаний вокалисту петь в манере кипелова не давал. Маврин стремится к тому, чтобы каждый был самим собой, никто никого не должен копировать. А Стыров, по его мнению, очень своеобразный вокалист. Поскольку Маврин пишет весь музыкальный материал от барабанных партий до вокальных мелодий, то в них остался отпечаток его работы в арии. Именно поэтому они звучат в такой манере, считает Сергей. Тембрально Стыров и кипелов разные, но какие-то, говорит Маврин, его мелодические линии могли быть использованы в группе Ария, и это напоминает о кипелове. При этом, утверждает гитарист, очень многие придуманные им вокальные партии, кипелов никогда бы не спел, потому что это не его. При желании на запрещенной реальности можно найти параллели с прошлыми работами Маврина, но озвучивать это не имеет смысла, иначе можно лишиться счастья и удовольствия от прослушивания. Впрочем, можете попытать счастье и написать в комментариях, кто какие параллели смог найти на пластинке. Запрещенная реальность Сергея Маврина – это мелодичный, экритично-продрессивный хэви-метал, не чурающийся заимствований приемов из всей богатой на стилистику аудиотеки металла, объединенной общей атмосферой холода, мечтательности, света и надежды. Поскольку новый материал в теории задумывался как фундамент для дальнейшего сотрудничества с Валерием Кипеловым, запрещенная реальность является собой в том числе и непрямое продолжение пластинки «Смутное время» в лучших ее проявлениях. Отсюда и большая схожесть вокализов Артема Стырова с вокальной манерой Кипелова. Пластинка – еще одно убедительное доказательство того, какого дурака свалял Валерий Кипелов в то время. С другой стороны, благодаря этому Сергей Маврин смог продолжить свой вольный и внеформатный творческий пункт. Запрещенная реальность Сергея Маврина – это та яркая и редкая жемчужина, которая случается раз в жизни любого творческого человека, и повторить успех которой он будет стремиться всю свою оставшуюся жизнь, если не смирится и не продолжит идти своей дорогой, куда бы она его не привела. Друзья, не забывайте подписываться на канал, если по какой-то причине это еще не сделали. Если вам понравилось это видео, смело ставьте лайк и не стесняйтесь распространять его в социальных сетях. Это помогает в продвижении и развитии канала. При желании и возможности поддержите канал рублем. И обязательно оставляйте свое мнение в комментариях. До новых встреч! Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok